Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «7 минут» телекомпании «Город». И сегодня у нас в студии руководители команды КВН «Их разыскивает милиция» Владимир Нечаев и Александр Лобода. Здравствуйте! 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 У меня к вам первый вопрос, который больше всего интересует людей, которые хоть раз видели вашу команду. Зачем и почему вообще люди в форме занимаются КВН? Мы, во-первых, играем для себя, потому что нам это нравится, это наше хобби. Это первое. Сейчас вот это все переросло вообще в мою работу. Я непосредственно сейчас курирую культурно-процветительную работу в МВД России, Президентской области. И КВН-движение – одно направление этой работы. У нас в команде сейчас она сборная, считается она рязанский филиал Московского института МВД России и МВД России Президентской области, где играют еще действующие сотрудники полиции, курсанты и офицеры. Владимир Викторович непосредственно курирует направление рязанского филиала курсантов. Для меня это проект, цель которого достаточно конечна, и две цели. Одна из целей, чтобы Всероссийская лига КВН силовых структур ведомства России проходила в Рязани. А вторая цель – это то, что наша с Александром команда, мы позволим себе так сказать, играла на Первом канале, радовала рязанцев не только своими шутками, юмором. И чтобы это было. У нас, к сожалению, нет команды спортивных в высших лигах, еще где-то. А вот мы хотим, чтобы на Первом канале были мы. Да, я еще хотел перебить, я уже неоднократно говорил, когда мне задают вопрос вообще КВН, что тебе КВН? КВН не просто даже, наверное, хобби, знаете, КВН – это как болезнь. Болезнь хорошего плана, которую нельзя просто так вот взять и бросить. Знаете, как курильщики не могут бросить курить, так же и КВН. Сколько раз мне говорили, как бы, и родственники, и прочие друзья говорят, что ты уделяешь очень много времени КВН, вот, как бы, может быть, пора остановиться. Я говорю, что это движение я никогда не брошу. В чем вообще заключается специфика полицейско-милицейского юмора? Если говорить честно, то по большому счету никакой специфики нет. То есть, по большому счету, юмор, он везде одинаковый. Это он построен на определенных законах, либо на гротеске, либо на каламбурах, либо на логике, и сломанной логике. То есть, законы везде одинаковые. Законы смеха одинаковые. То есть, но с другой стороны, мы отличаемся тем, что шутим большая часть каких-то случаев, то есть, то, что происходит в обычной повседневной полицейской жизни. Ну что, видите, как обгоняли, как подрезали. Вот здесь вот вы обгоняете по двум сплошным, по встрече. Смотрите, 17 мая. Нарушение. В каждом автомобиле ГИБДД. Теперь в 3D. Таупи! Есть юмор, так скажем, в кавычках назовем его тупой юмор. То есть, именно постоять, потупить. Космический. Есть, да. Есть юмор классический, стандартный, динамичный юмор, к которому мы больше склоняемся. Также, вот, наверное, наша особенность, которую, наверное, нас выделяют в Москве. Ну, если не брать Рязани в Москве, то мы стараемся брать техническими шутками. У нас было неоднократно вот шутки, очень хорошо они проходили на ура. Когда одежда рвется, то есть, за секунду. Когда у нас шутка вот про Робокопа есть. Когда Робокопа раздевают буквально за... Фатир, помнишь, помнишь, огромное облако, когда Фатир у нас дал? Да. Опять же, у нас вот было на финале в Москве обезьяна, который непосредственно... Мы буквально привезли за... У Запашного брали обезьяну? Да, непосредственно. Мы когда приехали просто в цирк, мы решили пойти в цирк просто спросить обезьяну. Как вообще, возможно-то невозможно. Вот. И я разговариваю по телефону с другом. Выходит, то есть, Запашный. Я просто телефон так убираю. Ребята, чем могу помочь? Нет, он сразу... Эдгард. Мы сразу так... Здравствуйте. Он говорит, Александр. Он говорит, то, Саша, я тебя узнал. Да, мы его знаем. Да, вот так вот. Вот. То есть, с обезьяной мы поработали буквально за час до выхода. И уже выходили на сцену с обезьянкой. Нам там аж две обезьянки было. Мы уже взяли одну. Как руководство реагирует на ваше необычное, скажем так, хобби? Вы знаете, нас поддерживают. Вот Николай Николаевич Пелюгин непосредственно, мы вот неоднократно поднимали вопрос по КВН-движению. Стоит ли нам масштабно вообще двигаться дальше? Вот. На что он сказал, конечно, ребят, занимайтесь. Я вас абсолютно поддерживаю во всем и всегда буду поддерживать. Поэтому КВН-движение ни за что не останавливайте, а только масштабно двигайтесь вперед. В свою очередь я бы хотел поблагодарить руководство Рязанского филиала Московского университета в лице Дмитрия Николаевича Архипова. Потому что если бы этого не было, это лояльность к проекту, к этой поддержке какой-то, то, естественно, это было просто невозможно. Так получилось, что перед вами стоит начинающее поколение команды КВН, их разыскивает милиция. И мы уверены, что лет через 15-20 именно он станет капитаном команды КВН. А пока он младший битинант. Ну что, Тимурка, давай, как репетировали. Добрый день, дорогие друзья. Приводом, актрисный фразы, скитный милиция. В чем вообще заключается принципиальное отличие лиги КВН-подъем, да, то есть КВН силовых структур и ведомства России, от международного КВН-классического, который мы видим по Первому каналу? Спасибо, очень хороший вопрос. Дело в том, что специфика лиги подъема существует в том, что там в подавляющем большинстве говорят люди в форуме. Курсанты военных училищ, МЧС, Министерство внутренних дел и так далее, и так далее, и так далее. То есть специфика лиги заключается в том, что там будут действительно сотрудники силовых структур. И лига является официальной. Вот, и я, как уже говорил, если у нас находится десантное училище, Академия ФСИН России, Рязанский и Московский университет, то есть очень много силовых команд перспектив могло быть. Как десантники шутят? У них была команда, и очень даже неплохо шутили, и находили время для этого. Я знаю, что там сейчас начинает подниматься вновь КВН-движение. Я разговаривал с представителем их, и действительно они хотят играть. И, в общем, это вот Саша правильно сказал, это одна из форм, это одно из направлений творчества, понимаете? Вот поймите, я все время говорю, никогда глупый человек, глупый человек не сможет шутить. Шутка, это прежде всего, как это ни странно, это интеллект, это наличие интеллекта. И это здорово, что вот у Рязани есть такая команда. Их разыскивает милиция! Опа, как нам старт! Так вот! Ну, во-первых, это финал! Во-вторых, это же офицеры полиции! Давайте заново. На плацу финаловуюasons Шилиди. Команда КВН их разыскивает милиция. Ну вот! Совсем другое дело! И мы начинаем! Ваши планы на ближайшее будущее? Творческие планы? Ближайший план – это хорошо провести летний кубок 21 июня, который состоится в Дворце молодежи. Мы надеемся, что рязанский зритель, самый добрый и гостеприимный зритель, обязательно придет. Поддержит, так сказать, аплодисментами команды, потому что будет очень здорово. Я вот нисколько даже не боюсь гладить, потому что мы сейчас, Саша, проработаем все организационные моменты, начиная от билетной программы, заканчивая, в общем-то, работой с командами. Я думаю, что будет очень весело, наэлектризованная атмосфера будет просто веселье, безудержное счастье. Много-много будет юмора, много-много будет улыбок, сюрпризов, спонсорских каких-то наград. То есть, приходите, это будет очень здорово. 21 июня Дворец молодежи. Летний кубок, знаете, это будет центр того юмора, который уже был, но многие еще не видели. То есть, самые лучшие будут пока, соответственно, здесь уже, сами понимаете, что это... Я вам скажу одну только географию. Омск, Иркутск, Краснодар, Чебоксары, Питер, Волгоград, Уфа, Нижненовгород. Все эти команды приедут и будут показывать все самое лучшее. Отдавать Рязани, рязанскому зрителю будет все самое лучшее. Но вы-то, конечно, надеетесь только на победу. Я не знаю, в каком формате будем принимать участие, то ли гостями игры, как организатор, то ли еще как-то, потому что мы выиграли зимние кубки, в свое время летние кубки. Поэтому, если формат нам позволит, то мы, естественно, выступим вне конкурса со своими самыми ударными номерами, плюс написанными новыми. Вот. Покажем какие-то видеоконкурсы какой-то. То есть мы постараемся вне программы выступить, потому что, чтобы как бы никого не обижать и избежать вопросов от предвзятости, потому что мы выступаем на своей площадке. На родной земле, да. Потому что очень времени придется уделить непосредственно организацию. Да. Организацию, так скажем, праздника, наверное, даже. Вот. А это тоже нужно много сил. В таком случае я желаю вам, чтобы у вас все прошло гладко. Спасибо. Это были 7 минут. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok